Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Необходимая помощь специалиста узнала об измене мужа, требуется понять, как с этим буду справляться дальше, как выходить из этой ситуации. Большую сложность вижу в том, что муж и другая женщина ежедневно пересекаются в одном офисе. Жду ваших откликов, хочу найти специалиста для длительной работы. Ну, вы бы хотя бы пояснили, каких именно откликов вы ждете, то есть что, по вашему мнению, в откликах должно быть. Потому что, например, рекламировать, допустим, ну, допустим, свои услуги, да, мы не можем, и это является, пожалуй, что неэтичным. Вот. Это первый момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Дальше. Что касается ситуации, которую вы описываете, то измена мужа в первую очередь является психотравмой. Это психотравма. И вам нужна эту психотравму в первую очередь, пожалуй, что прожить. Вам необходимо ее прожить. Вот. Чтобы вас эта ситуация не травмировала, так как она, допустим, может, например, травмировать вас прямо сейчас, да. Вот. Что является, в принципе, вполне нормальным. Вот. У проживания травмы есть несколько стадий. И вот вы можете, в принципе, их хоть в стадии, значит, самостоятельно изучить. Да, они как бы в этом смысле находятся, значит, в открытом доступе. Вот. Стадия проживания травмы просто убиваются в поиске и смотрите, что это за стадии. Вот. Вам эти все стадии нужно прожить. Вот. Это первое. И второе, это то, что измена мужа является в этом смысле, значит, кризисом. То есть это следствие кризиса в ваших отношениях. Вот. И соответственно в этот кризис была внесена ваша лепта. Вот. Это самое, пока вот, ну, неприятное, да, вероятно. А, самая неприятная часть, что кризис была внесена ваша лепта. Вот. К сожалению. И что вот так получается, что в какой-то степени, да, вы поспособствовали. Потому что это произошло вот так. Отдельно хочу сказать, что никто вас не винит. Нет цели вас обвинять. Абсолютно нет такой цели вас обвинять. Но скажем так, личную ответственность взять за то, что происходит в вашем браке, ну, было бы неплохо. Вот. А для человека многое меняется, когда он берет на себя лично ответственность за то, что происходит. А вот он в этом смысле перестает чувствовать себя жертвой. А вот в этом смысле человек перестает ощущать себя, ну, так скажем, ну, беспомощным. Вот в этом смысле человек начинает в буквальном смысле понимать, что он не беспомощен, что от него тоже что-то зависит и зависит много. На самом деле то, что ваш муж и эта женщина пересекаются ежедневно, ничего не является ничем-то плохим, ничем-то хорошим. Вот. Если вы будете работать над отношениями, например, то есть, грубо говоря, если вы хотите ваше отношение сохранить, да, например, вот, если вы хотите ваше отношение сохранить, то я могу вас в этом, значит, в этом смысле заверить, что абсолютно никакого значения не имеют, так, встречается ли ваш муж с этой женщиной или нет. Потому что, ну, исправив, исправив ситуацию в браке, да, вот мы, в общем-то, нивелируем влияние этой женщины на мужчину при условии, конечно, при условии, это очень важно будет подчеркнуть, вот, при условии, значит, того факта, что у мужчины, у вашего мужа, то есть, есть к вам чувства, вот. Потому что если чувств у него к вам не осталось, не осталось, вот, или если у вас к нему, ну вот, как таковых чувств нет, вот, то, что, значит, отношения, ну, восстановить, вероятно, не представляется важно. А еще один важный момент, который нужно учитывать, на мой взгляд, заключается в том, что при психотерапии 60% людей приходят к тому, что, ну, вот, отношения заканчиваются. Поэтому я бы хотел, чтобы вы имели в виду этот момент, я бы хотел, чтобы вы имели в виду этот аспект, что, возможно, в результате психотерапии вам не захочется быть вашим мужем. Вот. Как-то так. Какой-то такой в данном случае я могу вам дать ответ. Вот. Так, значит, как вы крадите из этой ситуации? Ну вот, давайте уточним, что для вас будет являться выходом из этой ситуации. Да? То есть, допустим, чтобы мужчина, например, вам больше не изменял. К примеру, это является выходом из ситуации. Ну, допустим. Допустим. Вот. Значит, вот. Сами, сами себя. Попробуйте, значит, спросить. Вот. Чтобы мой муж мне не изменял, да? Вот что я готов сделать? То есть, в рамках, ну, моих ценностей. Вот. Вот. А если сейчас вы как-то склонны к тому, чтобы во всём винить, значит, своего мужа, да? Вот. Если сейчас вот такая ситуация увлекает, то я могу вам сказать с уверенностью, что далеко мы не уедем. На обвинениях особо ничего не сделать. На претензиях особо ничего не сделать. Поэтому, если вас интересует сохранение отношений, самое главное, чтобы вот, ну, такого больше не повторялось, вот. Ну, задача, пожалуй, заключается именно в том, чтобы найти компромисс, вот. Чтобы разобрать и, значит, свою собственную боль, вот, которая, ну, которая у вас есть, вот. И в себе разобраться, чтобы, ну, как-то вот, понять, да, что привело к этому, именно, вот, значит, с вашей стороны, вот. И постараться понять мужа, постараться понять, что волнует, беспокоит, тревожит его для того, чтобы человеку не захотелось вам изменять. Потому что измена, это, по сути, костыль. Любовница, это, по сути, костыль. То есть, человек чего-то недополучает, вот, не видит для себя никакой возможности это получить. И идёт, идёт, идёт на измену. Вот. То есть, ну, как бы, так это работает. В целом, я вам все чувствую, что вы оказались в такой ситуации, мне жаль, вот. Ну, такие вещи, к сожалению, случаются. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.